здравствуйте наступающим днем победы сегодня 7 мая начался обильный процесс схода ура это уже манджурцы посевшколки все по вашей системе пока получается грядки накрыты агроткани днем до плюс 30 спасибо за науку с уважением иван караганда так ну что обильный процесс схода какое слово обильное а я за каждое переживаю мне так это у меня бывало плачет иногда ну давайте любоваться вот смотрите мне бы очень хотелось привлечь на свою сторону очень уважаемых ну да мы спорим до дошло до оскорблений вот ну может быть вы зря вы приняли за моего брата за невежу а он закончил этот космос вы же не знали вы накинулись как это не отрезать ветки что все дерево должно иметь штамп вот такой вот почти до метра обязана а то что привитое дерево чтобы вообще не имеет даже вот такого даже миллиметра даже микрона небе тогда надо его искалящее дерево на ему сделать искусственно дними справа вы понимаете чего вы начали поэтому понятно их мой брат я как сам когда он уточнил ну знаю высшее образование знаю электромеханика специалист по сельхозмашинам специалист вот я же качал те же самые сельхознауку это же самое проходили иначе какой специалист по сельхозмашинам если не знаешь что в это почва растет ну не знали ну докинулись думали ну вот какой-то этот самый оскорбились когда-то ухо тут какой-то пенсионер он-то оказывается но как минимум ваша ровня да вот поэтому есть такая другая дама не вы сегодня праздник по мере не называю переходите на нашу сторону в том плане что у нас опять я устал быть один когда я опять уже я поправил и уже знала что это пусть моя добрая критика все равно на 5-6 сантиметров закопать запоминайте вот это мой ученик всегда садится они еще под землей так эти самые орешки или как их косточки но их корень выворачивает наружу всегда и только когда вы видите вот такую картинку вот это и будет вечный а на 5-6 сантиметров несколько лет и прощай вася к сожалению когда чек совершил ошибку когда он сам много погубил я не называю даже имя отчества даже не намекаю вот где работает кем работает какие у нее погоды я просто хочу сказать вот уже так же как выпустился тебя уже так трудно отказаться от этого я понимаю но это можно сделать по-другому ненавязчиво это опять отвечая на вопросы вот значит а просто взять и где-то что мол существует альтернативное мнение давайте его попробуем вот не надо меня называть просто надо чтобы люди перестали губить деревья тысячи миллионами понимаете мы живые люди я не смог ее перебить она наверняка потому что это уже поняла все но в открытую сказала нет все таки 56 и отдавать его не в случаях два а это уже целью будет так еще когда 56 если уже ошибка совершена но саженец пока еще живой здоровый первый второй третий год особенно на сухой и на песчаной почве он может продержаться 5 10 лет так может даже всего так закопан был и основание штаба под землей гниет они очень слабые вот обязательно пересадить этим его спасти вот это дополнительный совет вот если бы она так написала уже честь моей хвала была уже как бы переход на через нейтральную полосу видите это 5 палец за сегодня ничего лишнего не сказал а мне помог вот этот товарищ иван караганда смотрим 1 2 обратите внимание видите семя доли а помните этот самый шестой класс и когда бы савинич пытались на пятерку ответить за 6 класс она она грамотнейшая невероятная студентка стипендиатка там сотни уже научных работ показала такой список я чуть не это от удивления чуть не это не умер от зависти вот я шучу я никогда не завидую никому не смысла не завидовать я чего-то стою а здесь получается смотрите значит вы вдвоем пытая там опять было где должна быть кинодоле под землей или над землей помните ну тогда когда людям детям за такой вопрос они могут механически запомнить да над землей но надо смысл то что существует ошибочное мнение она укоренилась за последних сто лет потому что люди видели глубоко закопаны значит мыши не добрались там посырее а то что когда она лопнет она не чувствует такое расстояние до 10 сантиметров ничего ничего она вылезет у нее такая сила она асфальт проламывает что это 10 сантиметров там земли вот это знаете сколько два спичных коробка и оттуда вылезет но семидоли где будут под землей они сгниют и делятся обречено и семидоли а данном случае семидоли это как бы сказать то они здесь вот они как бы уютно устроились они напоешься это запас питательных веществ на ближайшее время не боится она стоило только хватило бы влаги лопнуть дальше она вывернула косточку косточку уже не косточку а уже вот так вот я вывернула вот она лежит косточка на боку и даже слегка земле пришла вывернула теперь шкарлупки отлетели и вот теперь во всей красе саженец и ничего ему не будет а семидоли это еще и сигнал все правильно как там сергей да иван извините видите как здорово полюбуйтесь полюбуйтесь посмотрите красота какая вот она что вот это есть настоящий садоводцы я почему новым называю если 21 веке до старом году нет надо за 5-6 сантиметров а переубедить невозможно самое страшное для нее переубедить а теперь те кто уже научены так глубоко садить а мне нужно что а вдруг это представляете какая могучая это самая воля и наташа я уж по-своечки такой день я уж представляете какие мы могли быть уже почему я с макаровым не воевал ни разу почему я у нас сотенком были расхождения вот но мы друг за другом могли стать спиной друг другу если вы на нас бандиты напали ни один бы не убежал и друг друга бы защищали до последнего вздоха вот а уж как что касается что бескровной борьбы садоводства теория практика вот его мнение она для меня святое даже если он говорит а я сохраню ваши эти свойства они все равно изменятся нет сохраню да ради бога а если мы оба сделали величайшее открытие вот вегетативные гибриды это тоже учеба его вегетативные гибриды появляются 100 миллиметровой зоне вот прививки латинков железов вегетативные гибриды появляются тем надежнее чем ближе к прививке ну как каждый дошел до этого а нас теперь двое а вы же пишите вегетативных гибридов не существует до лженаука это же вы привели слово лженаука а в два человека пришли к одному и тому же а вы видели какие у него с какой у него сад а вы видели какие эти а вы видите что он сотворил с моими этими сортами это же волшебник это гений и получается он гения что дурак нет если два человека пришли к одному выводу еще раз 100 миллиметровая зона это зона вегетативных гибридов или чем ближе к прививке уже железом вот развития нашли нет тогда что получается по одиночке сходят с ума и тут нас двое вот какие друзья а почему я должен с ним собачиться нет ты не прав что почему 100 а почему не 80 вот так вы дружили защищали друг друга ну пожалуйста ну шо тут скажешь ну что этот обречен на вечность а если бы это вот как здесь тут не видно это самое если вот эти вот были бы на глубине 5 10 сантиметров чтобы было до смерть была бы даже вы по моему поверите теперь мне вот а вы говорите чушь а я говорю это моя победа а надо может быть девчата ваша победа сейчас я объясню почему вот это вот манджурский абрикос вот таким он был 2007 году 15 лет назад он дал 30 вернее вы представляете 15 лет назад 15 лет назад он уже дал 30 вернее потом было ведро три ведра 824 потом было видимо из-за 40 ну год на год не приходится так вот вы делается не в этом дело в том что они могли покорить всю россию еще перейдем к этим самым витамином b-17 мы до него еще доберемся у меня еще полчаса осталось пройдет ну Субтитры создавал DimaTorzok